День главный на РБК, самая важная, значимая к этой минуте в студии Павел Домидович. Кирилл Токарев. Присоединяйтесь к нашей дискуссии, QR-код прямо сейчас на экране. Традиционно ваши наиболее интересные вопросы, реплики обязательно адресуем нашим экспертам, тем более, что тема такая прям горячая, достаточно удивительная, по крайней мере, для меня. С нами по-прежнему Илья Воскобойников, директор Центра исследований производительности Высшей школы экономики, наш постоянный гость и эксперт. Илья, ну как и обещали, поговорим вот про довольно примечательную, на мой взгляд, ситуацию. Суд впервые в истории России, насколько мы понимаем, может быть, правда, коллеги поправят, вынес решение о компенсации, причем в размере аж 300 тысяч рублей в отношении блогера, который полностью от и до, как вот, собственно, говорит автор оригинального Рилса, скопировал видеоролик. Коротко, Рилс. Скопировал идею. Идею. И переснял. Да, да, да. И снял, от и до скопировал, в общем-то, и выложил, в общем-то, в новом модном формате, ну, уже в новом, это одно, хотя, в общем-то, люди собрались немолодые для нас относительно, о новом формате вертикального видео. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Григорий Ивлеев, президент Евразийского патентного ведомства, кандидат юридических наук на связь с нами. Григорий, в чем вы видите примечательность этого кейса? Или действительно, ну, тысячи подобных дел находятся на рассмотрении, ждете ли вы? А может быть, я не знаю, какого-то пересмотра, или для этого пересмотра не нужно подходов к защите интеллектуальной собственности в социальных сетях? Или вот сложившиеся механизмы, они достаточны на всем, в том числе и в евразийском пространстве? Конечно, судебные решения имеют прецедентный характер, потому что они определены грани творческой деятельности. Вы знаете, от этих коротких роликов в интернете бывает, как бы, не очень хорошее настроение, и мало кто их вообще-то смотрит из-за людей, которые занимаются творчеством. Ну, вот здесь суд разобрал грань, да, где это просто что-то странное, а где творческая деятельность, которую нужно защищать. Судебное решение очень грамотное, оно выстроено по всем показателям, отбитые все доводы ответчика о том, что он не нарушает права. И суд очень грамотно показал, что действующее законодательство об интеллектуальной собственности защищает творческого человека. Если бы были найдены какие-то моменты, которые свидетельствуют о том, что этот блогер сделал это не творчески, как вы говорите, позаимствовал у западных блогеров, позаимствовал каких-то других аудиовизуальных произведений, то тогда суд ее не защитил. И вот прецедентный характер этого решения в том, что суд как бы расширяет формат защиты авторских прав, причем вот в таких сферах, которые считаются новыми, которые появляются как бы в каком-то неожиданном формате, и у всех возникает вопрос, что это, надо защищать или не надо защищать. И суд разобрался, что если это творчество, мы защищаем. Если это копирование, если это просто передача каких-то данных, то суд этого не стал защищать. И для нас очень важно, что вот эти механизмы продолжают действовать. При этом обратите внимание на сложность этого дела. Даже сейчас, когда вы его рассматриваете, вы рассматриваете очень сложное дело. И для того, чтобы защищать авторские права, конечно же, необходима деятельность очень многих юристов и специалистов в этой сфере. А есть ведь другие более надежные и более жесткие формы охраны творческой деятельности. И вот, кстати, в данном случае, конечно же, охрана дизайна может быть проходить через промышленные образцы. У нас есть еще другая форма защиты, которая имеет более сильный характер. А это производит регистрация в государственных реестрах. В том числе и в нашем евразийском патентном ведомстве можно это запатентовать сразу на 8 стран. И если бы вот этот блогер что-то из своего дизайна оригинального защитил в качестве промообразца, суд бы так долго даже не рассматривал, может быть, даже спора бы не было. Потому что и все другие будут видеть, что это жестко защищается. Что автор намерен защищать свое произведение. Ведь есть же случаи, когда автор все отдает в свободное использование. И большей частью с этими рилс так и происходит. Они отправляются в свободное использование. И чем больше используются, подчас блогеру даже интереснее, чтобы они шире использовались. Потому что у него интерес в том, чтобы получить большее количество пользователей. И это свобода автора. Она в данном случае защищена судом очень надежно. Вы очень хорошо провели грань, которой, собственно, суд занимался. Грань между творчеством и копированием. Собственно, как для создателя контента обеспечить себя, чтобы позиционировать свое произведение как творчество, а не копирование и застраховать от подобных исков. Как вы думаете? Креативное алиби. Конечно, да. Креативное алиби. Как вы думаете, этот суд породит всплеск услуг, всплеск спроса на услуги. Ну, с вашей стороны или со стороны ваших коллег, которые могли бы помогать создателям контента защитить себя или, по крайней мере, предпринять некоторые меры, чтобы вот самим не угодить под подобные преследования. Ждете ли вы изменений на рынке? Да, мы видим вообще-то рост заявок на промышленные образцы в наших странах, во всей Евразии, во всем мире. И ведь это предполагает то, что автор, который собирается промышленно использовать свое аудиовизуальное изобретение, собирается получить от этого доходы, будет защищен мнением эксперта ведомства. Промышленный образец защищается не просто так. Эксперты смотрят, а нет ли в этом нарушения чьих-либо других прав, третьих лиц прав. И когда человек получает на свои оригинальные дизайны охрану, то он уже защищен гораздо больше от всех возможных последствий. В том числе от претензий к нему, в том числе для того, чтобы защищать свои интересы, кто бы них не нарушил, гораздо легче. Потому что ясно, что когда имеется патент того или иного вида, то суд решает такие вопросы очень легко. Кстати, возмещение по патентам происходит еще в больших суммах, чем просто при защите авторских прав. Мы это неоднократно видели. Спасибо, спасибо. И, конечно же, мы видим, что гражданское законодательство позволяет и новые виды, которых мы еще не знаем, и которые еще недостаточно используются, недостаточно охраняются, иметь в поле зрения.